Елена Фременовна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день. Сегодня на территории республики на 15 декабря наблюдается стабилизация ситуации по новой коронавирусной инфекции. Так, сегодня выявлено 200 новых случаев, из них 19 это вирусоносители. Значит, всего наибольшее количество зарегистрировано, как обычно, в городе Якутске, 90 случаев. Надо отметить, что идет тенденция к снижению, но мы видим, что набирают обороты территории нашей республики. Так, за 15 число у нас зарегистрирована новая коронавирусная инфекция в 22 районах нашей республики. Максимальное количество это в Мирненском районе 16 случаев, в Алданском 14 случаев, в Ниренгринском и Мегино-Кангаласском по 10 случаев, в Вилюйском, Верхневилюйском и Татинском по 7 случаев. В остальных районах нашей республики от 1 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. Надо отметить, что все равно у нас идет тренд к снижению. Мы сегодня снизили коечный полуфонд. Если это было буквально 2 недели назад, выше 3000 коек, то сегодня это 2579. Заполняемость коечного фонда сегодня по республике составляет 56%, что говорит, конечно, о стабилизации ситуации. Уменьшается количество тяжелых больных и увеличивается количество амбулаторных либо вирусоносителей. Также в определенном уровне находится заболеваемость среди детского населения. Она не растет уже в течение, наверное, почти 2 месяцев. Сохраняется от 1 до 3% на больничной койке. Также хотелось отметить, что количество исследований сегодня у нас уже свыше 820 тысяч за весь период пандемии. Мы укладываемся сегодня в режим от 1 до 2 суток по выдаче анализов с момента поступления лабораторного материала в лабораторию за исключением транспортной доступности. Но надо сказать, что в рамках федеральных средств и республиканских средств резиденого фонда мы дополнительно до конца года открываем еще лаборатории на территории Вилюйского, Ленского, Татинского районов, которые позволят нам как раз-таки охватить большее количество ПЦР-исследований у этих категорий, живущих на данной территории, наших пациентов. Активно внедряем методы ИФА и ИХА. Сегодня практически все медицинские организации и районы закупили данные тесты. Есть ряд районов, которые работают над этой проблемой, я думаю, что до конца года и это тоже будет реализовано. Хотелось бы сказать еще про вакцинацию от COVID. Мы получили 300 доз вакцины на прошлой неделе, в пятницу начали вакцинацию. И буквально вчера получили дополнительно 500 доз вакцины, которые будут также реализованы, как предыдущие для врачей, работающих в красной зоне. Итого 842 дозы новой вакцины от COVID наша республика получила. Мы ожидаем поставок, которые будут по разнарядке Минздрава Российской Федерации для прочего медицинского персонала, которые работают в амбулаторном звене, либо в стационарах, не задействованных под COVID. И только после вакцинации по всей территории страны медицинских работников, социальных работников, наступит вакцинация массовая для населения. Значит, хотелось бы сказать, что все препараты по федеральным деньгам и дополнительным средствам саприканского бюджета для амбулаторных пациентов практически во все районы доставлены. Мы вот буквально вчера выезжали с командировками Генокангаласа, Хангаласский район рассматривали, в том числе на наличии фельдшерских пунктов в амбулаторных. Значит, в амбулаториях по наличию лекарственных препаратов везде имеется полный перечень средств, которые рекомендованы для лечения пациентов в амбулаторных условиях. Но я призываю всех, но все наше население, все равно оставаться более бдительными, продолжать ношение масок, соблюдать социальную дистанцию, особенно сейчас, предновогоднюю суету. Хотелось бы, чтобы, особенно при посещении торговых центров, каких-то торговых площадок, мы были более аккуратны и заботились о своем здоровье. Всем благополучия!